Есть ли среди нас, не побоюсь этого слова, алды? Алды тут? Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы, после уже достаточно долгого перерыва, приветствуем вас в магазине Сквот, что на станции метро Марксистская в Москве. Это настоящий дворец скейтбординга. Это такое место, где... Вы ее тоже видите? Многие думают, что это крыса. На самом деле это черная белочка. Она приходит ко всем, кто очень сильно праздновал новогодние праздники. Признайтесь, шалунишки, отмечали? Не переключайте ваши YouTube-каналы, друзья, потому что сегодня мы не будем говорить не о белочках, сегодня мы будем говорить о широчайших джинсах Homeboy Loud Couture. Не переключайте ваши широченные YouTube-каналы. Итак, небольшая предыстория. Когда я узнал, что в магазине Сквот появятся джинсы Homeboy, я, с одной стороны, удивился, потому что я не думал, что этот бренд до сих пор существует, или что он возродился. А с другой стороны, я реально безумно обрадовался, потому что бренд очень крутой и интересный. Расскажу вам его историю. Итак, давайте отправимся назад в самое начало 90-х годов. Время, когда новая музыка становится очень популярной. Музыка под названием рэп. Она звучит везде, в Западной Европе, в Америке, на MTV, в каких-то магазинах. Она нравится людям, потому что она во многом такая очень шокирующая, потому что там ругаются матом, потому что там люди, которым раньше не особо давали допуск к микрофону, рассказывают страшные вещи, которые так нравятся подросткам, какие-то рэп-группы запрещают, отменяют их концерты, что лишь способствует их популярности. И вместе с популярностью музыки растет и популярность стиля, в котором ходят рэперы. И вот, представляете, ребята в Европе смотрят MTV, где видятся вот этих вот рэперов в широких штанах, в кроссовках, в клетчатых рубашках. И они хотят выглядеть так же, как они. Окей, кроссовки можно найти. Уже футлокер есть в Европе, и можно достать, хочешь скейтерскую обувь, хочешь обувь для занятий баскетболом, пожалуйста, выбор достаточно большой. Рубашки, да тоже не проблема. Но вот широких штанов пока еще в Европу никто не возит. Частично это происходит из-за того, что даже в Штатах эти широкие штаны выпускают компании, ну, достаточно небольшие. И выпускают небольшими объемами. И часто они сами еще не знают, как им можно экспортировать эти штаны, налаживать дистрибьюцию. И вообще с такими словами не знакомы. И есть, конечно, одиночные такие вот люди, которые ездят в Штаты, покупают эти джинсы, привозят, перепродают за огромные деньги. Но все равно массово этих джинсов не хватает. И появляется бренд, который решает копировать внешние атрибуты всех этих джинсов. Честно скажу, что немецкий бренд Homeboy, когда появился, это действительно была такая копия, которые и не стеснялись, они не говорили о том, что они какие-то супер-аутентичные. Нет, это была хорошая, относительно бюджетная альтернатива широким американским рэперским джинсом. Или, как тогда их начали назвать, baggy pants или baggy jeans. Выполнены они были, в отличие от многих, большинства американских марок, из очень тонкого денима. Ну, потому что действительно, если ты делаешь широкие джинсы, то плотный деним будет стоить намного дороже. Вот, и в нем будет не так удобно. А из этого легкого денима делались модели. Причем первое время модели назывались просто именами известных джинсов. Я, как человек, который вам уже рассказывал, в 90-е годы жил в Германии, и у меня были джинсы, которые назывались Latifah. Ну, это была такая рэперша, Queen Latifah. Сейчас она стала певицей, Queen Latifah. Вот, и прикол, что там были отдельная модель джинсов, которая называлась Queen. Я ее, честно, не стал покупать, потому что, казалось, наверное, это для девочек. Вот, была вот эта вот модель Latifah. Были модели, которые назывались, там, например, тоже в честь рэпера Sir Mix Elot. Вот до сих пор помню, что была модель Sir, была модель Mix и модель Elot. Причем какая-то из них, это были комбинезоны. И, в принципе, все модели, которые выходили, ну, это реально можно было собрать такой костюм классического американского рэпера. Там были широкие джинсы, там были широкие вельветовые штаны, там были комбинезоны, тоже широкие, и там тоже было пару моделей Cargo. Ну, плюс еще тоже широкие шорты. Все джинсы, все модели Homeboy, чем они еще были интересны, у них был очень запоминающийся и очень яркий логотип. Вот так вот он выглядит. Мне очень понравилось, что он практически не претерпел каких-либо изменений. Такая вот надпись Homeboy, Loud Couture. Ну, тоже все мы знаем, что есть такое выражение от Couture, да, высокая мода, платье на заказ, а здесь Loud Couture, то есть громкая мода, потому что рэп нужно слушать на предельной громкости. Йоу! Вот. Сразу скажу, что те джинсы, которые были в то время, они были, наверное, еще шире. По плотности, ну, Denim, наверное, был примерно такой же, достаточно тоненький. Тоже была такая надпись Homeboy Extra, то есть это означало, что это экстра широкие джинсы. Там тоже были такие же карманы. Блин, сейчас смотрю, правда, такая ностальгия. Где мои 80 килограмм и 16 лет? И ладно, не будем об этом. Да, белочка? Вот. То есть тоже на старых джинсах, если я не ошибаюсь, было название, правда, вроде не The Original Baggy Jeans, а Homeboy Loud Couture, или что-то еще. Но, в принципе, даже вот такая вот сдвоенная здесь петля сзади, она тоже была на этих джинсах. Чем, кстати, еще они отличались? На тех карманы были немножко подлиннее, увеличенные. Но, в целом, а, и даже вот такая вот разноцветная полоска на них была. Но, в целом, когда решили перезапустить этот бренд, у создателей получилось его очень и очень хорошо повторить. Сейчас в Сквате есть и очень широкие джинсы Homeboy. Кстати, тоже, думал, интересно, будут ли они тоже сейчас называть их там как-нибудь там Drake, Lil Yachty, или еще как-то. Не, нифига. Просто оставили название там Loose Fit, Baggy Fit, Extra Loose Fit. Есть даже такие варианты с штанами Cargo, которые тоже повторяют все заветы Homeboy. яркий такой логотип здесь у нас. Здесь он поменьше. Тоже лейбл. Большие карманы. Тоже они из очень такого легкого материала. Ну, в принципе, даже где-то похожи на классические, американские, вот эти вот BDU штаны военные. Хотя без застежек внизу. Немного грустная новость. Я хотел найти себе такие штаны, потому что, ну, хотелось, да, опять вернуться в такое краткоштанное детство, но размерная сетка ограничена с 36-м размером. Надеюсь, что в новых коллекциях будут размеры побольше, но это как бы не то, что скот не привез, а даже если вы зайдете на немецкий сайт, там самый большой размер будет 36-й. Может, со следующего сезона будут уже делать лучше. Штаны очень широкие, штаны очень удобные и, насколько я могу сказать, достаточно популярные. Если вам нравится такой свободный стиль и если вы считаете, что такие штаны будут возвращаться, ну, обязательно залетайте в сквот и обязательно их приобретайте, потому что это одна из тех марок, которые, с одной стороны, реально прикольные, реально интересные, кстати, обратите внимание на их цену, цена тоже вас приятно уделит, а с другой стороны, для людей, кто постарше и кто жил в Германии в 90-е и увлекался рэпом, то есть, это, наверное, кроме меня больше никого, они тоже будут интересны. В общем, друзья, я думаю, что нас будут ждать еще новые обзоры, а эти штаны, штаны, которые обязательно нужно приобрести, чтобы кататься в удобных и хороших штанах, и даже если вы не катаетесь, просто ходить в них по улице. Удобные, широкие штаны, и вот мой оператор это подтвердит, ему тоже всякая широта нравится, как и мне. С вами был Дмитрий Егоров, благодарю вас за внимание и до новых встреч. Кстати, а напишите в комментариях еще, пока вот еще не закончили мы, вы вообще застали эти штаны? Ну, то есть, вы помните, есть ли среди нас, не побоюсь этого слова, алды? Алды тут, и может у кого-то были такие джинсы даже? Напишите в комментариях, реально очень интересно, я с радостью почитаю. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok